Назначение нового руководителя администрации президента — это всегда в России событие. Но если вы вспоминаете, то всегда видели такую цену, что Путин ворвется в важное соседание, то ли соседание правительства или что-то еще, и он помпой представляет нового руководителя администрации президента. Он специально входит туда, в эту комнату, его знакомят с другими руководителями. Почему это так? Потому что обычно начальник администрации президента — это политическая фигура. Это человек, который будет занимать другие высокие посты после. Поэтому нынешняя обстановка, что просто какой-то кабинет, там три человека, бывший и будущий начальник администрации президента, сам президент — это, конечно, не та обстановка. Это показывает, что мы имеем дело уже не политической фигурой в роли начальника администрации президента, а просто обычным техническим работником, который, если мы раньше говорили, что есть технические примеры, то теперь вот технический начальник администрации президента. Это, конечно, изменения. Можно, конечно, спрашивать, почему это так. Единственное, что здесь приходит в голову, это то, что Антон Вайна долгое время занимался протоколом. Путин очень сложный, конечно, человек. Это была очень трудная задача, заниматься его протоколом. Он хорошо справился. И, может быть, это теперь очень нужно. Если мы имеем в виду, что есть такой план провести президентский выбор в марте 2017 года, то вполне понятно, откуда этот Вайна и почему он нужен. Но, бесспорно, есть очень много вопросов вокруг этого события. Потому что люди спрашивают, что случилось с Ивановым? Что нельзя было ждать, когда правительство падает, и будут изменения правительства, и тогда Иванов уходит? Почему именно сейчас? И что случилось вообще с этим Ивановым? Сергей Борисович – старый соратник Путина. Он рассматривался как возможный преемник, боролся за это. У него плохие отношения благодаря этому с Медведевым. Но Путин же делал его снова начальником администрации президента. Это же приближенный такой человек к президенту. И фактически Иванов выполнил функции вице-президента. Он был явно политической фигурой, которая влияла на политическое решение со все эти четыре года, восемь месяцев. Поэтому его падение – большой вопрос, удивление. И хочется знать, что за этим стоит. Но надо сказать, что можно бросать простую версию, что Путин омоложает элиту. Он батрят стал снимать с постов всех старых генералов. Я напоминаю, что был выгнан Якунин, был выгнан Муров, был выгнан Виктор Иванов, начальник наркоконтроля. Так что поснимают этих генералов пачками. И вот, видите, падал и наш дорогой Сергей Борисович. Может быть, причина в этом, что просто идет омоложение элиты, и тут особого интриги нет. Но на самом деле, конечно, это более сложная история. И вопрос не только о том, что Иванов соперник Медведева. И, конечно же, Медведевские давно мечтали, чтобы этот человек ушел небытие. Но, конечно, здесь еще ему делать такое задание со стороны президента, координировать антикоррупционную борьбу. Может быть, и оттуда у него появились враги, которые хотели бы, чтобы он поскорее ушел бы из этого поста. Но на самом деле мы должны вернуться к событию весне 2015 года. Вы помните, что случилось невероятное событие. Президент явно в очень плохом физическом и психологическом состоянии дал приказ убивать Бориса Ефимовича Немцова. Я хочу сказать, может быть, это неожиданность, но я хочу сказать, что Борис Ефимович Немцов всегда был связан с российскими властями и олигархией. Всегда. Поэтому его убийство – шок для российской элиты. Вообще людям было это сложно принимать и понимать, почему такой человек, который огромное дело делает для, так сказать, для Родины, его убивают. И понятно, что приказ убивать Немцова было именно в этот момент, когда явно у Путина что-то с здоровьем было не так. Всякий случай, сразу после этого события, вы видите, Путин и сижает, и, как мы понимаем из этих всех разговоров, с ними ведут какие-то сложные медицинские процедуры. Какие процедуры, что за процедуры. Но, в всяком случае, после месяцев отлучения мы видели, что он уже вполне выглядел нормально. Но осталось такое впечатление, что эти процедуры такие сложные, такие опасные, что это даже есть опасность, выжить ли он президент. И тогда было видно, что генералитет, который был на руководящихся постах, как будто бы обсуждало возможность того, что Путин уже не президент. И западные, так сказать, аналитики разведок стали говорить, что фактически мы имеем дело с заговором генералов. Это, говоря, вполне конкретно. Но если мы говорим о заговоре генералов, мы, конечно, имеем в виду людей, генералов, которые на руководящих постах. Это и генерал Иванов, начальник администрации президента. Это и секретарь Совета Безопасности генерал армии Патрушев, и другие генералы, которые командовали силовыми ведомствами и были на других постах. И тогда, может быть, становится более ясным, почему неожиданно Путину эта вся старая комариля после выздоровления стала обузой. Ему стало неприятно работать с этими людьми, которые обсуждали его судьбу. И, может быть, это является причиной, почему мы видим, что пачками теперь эти старые друзья, старые генералы вокруг Путина падают. Но это одна из, конечно, версий. На самом деле то, что господин Иванов не будет начальником администрации президента, было известно некоторое время уже назад. Но это типичная кремлевская Византия. Идут сбросы, чтобы подготавливать, так сказать, почву. Всякие соловьи поют. И в том числе и напели, что Иванов уходит и война придет. Но были разговоры, что господина Иванова, может быть, очередной раз назначают на военно-промышленный комплекс. Как вы видите, господин Рогозин себя исчерпал. Идет критика в адрес его деятельности. И почему Иванову не возвращаться бы на деятельность, которой он уже занимался. И, ну, шли и такие разговоры. Не забудьте, что правительство подает после выборов отставку. И будет назначено новое правительство. И кто там будет, никто не знает. А почему и не Иванов? Но я думаю, все же, что этого не будет. Что все же этот пост спецпредставителя президента, который ему дали, ему и останется. Он выпал из членов, постоянных членов Совета Безопасности России. Он не член Болитбюро. И трудно себе представить, чтобы Иванов сумел бы возвращаться уже на политический олимп. Думаю, его карьера кончилась. Продолжение следует...